Всем привет! Вы на роботом! Волкодавы, это крупные породы собак, которых используют для охоты, или охраны пастбищ от волков. Представляю вам 5 собак, способных убить волка один на один. Начинаем! Армянский волкодав, или гампор. Это в первую очередь рабочая собака. Это не пастух, а охранник и спасатель, и даже воин. Наиболее распространенной задачей волкодава был не выпас, а охрана стада от хищников, преимущественно от волков. Это порода, которая в одиночку справится с волком. Они темпераментны, бесстрашны и выносливы, но в то же время чутки, и умеют находить общий язык с человеком. Гампор считает армянской разновидностью кавказской овчарке, но он ближе по родству к долгу и мастифу. Это очень крупная собака. В холке может достигать до 80 сантиметров, и весить до 85 килограммов. Гампор предан владельцу, но не будет прогибаться под человека. Он наделен особым достоинством. В этом случае отношения собака-человек напоминают скорее дружбу, чем работу. Ему не место в городской квартире даже при наличии большой физической нагрузки. Минимум условий для собаки – это частный дом с просторной территорией и вольером. Но живут армянские волкодавы недолго – 9-10 лет. Ирландский волкодав – настоящий гигант собачьего мира, в котором гармонично сочетается величественная мощь и нежная преданная любовь к своему хозяину. Это крупная борзая жестко-шерстная порода. Первая встреча с этой собакой завораживает. Огромные по размерам животные имеют вполне дружелюбный и спокойный характер. В древние времена кроме травли волков, волкодавов использовали для охоты на медведей, лосей и прочих больших животных. Они участвовали в военных операциях, так как огромной собаке не требовалось много сил, чтобы свалить с лошади всадника. Рост кобелей до 78 сантиметров в холке, а вес до 55 килограммов. Ирландские волкодавы – одни из самых преданных существ, а разлучение питомца с хозяином может привести к трагическим последствиям. К заболеванию даже смерти животного. Кавказская овчарка. Порода собак, районом происхождения которой является Кавказ. По характеру это спокойная и уравновешенная собака, но только до тех пор пока рядом нет опасности. Кавказская овчарка крайне недоверчива к незнакомцам, но именно поэтому она просто идеальный охранник. Призвание этой породы – защищать стадо овец от нападения волков. Обладая идеальной бдительностью, мощностью и злобностью, настоящая Кавказская овчарка смелая и часто в одиночку, не издавая даже лая, идет на волка, и в жесткой схватке с ним остается победительницей. Смелый и бесстрашный характер может проявляться даже у маленького щенка. Некоторые заводчики рекомендуют при выборе щенка громко хлопать, и проследить за его реакцией. Настоящий кавказец либо заинтересуется такими громкими звуками, либо останется нейтральным, но не испугается. Русская псовая борзая – порода охотничьих собак, которая прежде всего скоростная и сильная, а еще бесстрашная и мыслящая собака, способная взять на охоте волка, опасного и грозного противника. Порода специально выведена для скорости, чтобы без труда догонять дичь. На рывке может разогнуться до 100 км в час, но их привычная рабочая скорость в 60 км в час. Борзую можно назвать двуличной собакой. Ведь спокойная и ласковая дома, она кардинально меняется в поле, и увидев добычу она проявляет невероятную агрессию, и будет нести за ней пока не настигнет. Здесь инстинкт охотника на первом месте. Но при всей своей быстроте, для преследования она выберет животное, которое бежит медленнее всех. Среднеазиатская овчарка или алабай. Древняя порода собак из регионов Средней Азии, которая за более чем тысячелетнюю историю, настолько укрепила свой характер и развела в себе боевые задатки, что именно ее можно смело называть настоящим волкодавом. Волк – главный враг и цель, которую алабай преследует на протяжении своей многовековой истории. Также среднеазиатскую овчарку брали на охоту на быка и медведя, и даже на слона. Можно сделать вывод, что алабай – самая сильная порода собак в мире. Спокойная уверенность в своих силах, и отсутствие излишней агрессии – вот главные черты характера этой собаки. Из-за гордости алабаев, требуется приложить немалые усилия, чтобы они начали уважать своего хозяина. Только когда пес почувствует, что перед ним истинный лидер, он станет ему подчиняться. Друзья, поддержите своей подпиской новый канал под названием «Безумец». Парень реально круто озвучивает. Там есть как интересные подтвержденные научные факты, так и просто размышления на различные теории, и даже бредовые темы. Ссылка в описании, и в подсказке сверху. Если вам понравилось видео, от лайка я не откажусь. Это были 5 собак-волкодавов, способных убить волка в схватке один на один. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь и смотрите другие интересные видео на канале Роботоп. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин